Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего выпуска использования такой свечной модели как пин-бар не будь жадиной. Ставь сразу же лайк этому выпуску, пиши любой комментарий, мне будет очень приятно, а тебе полезно. Итак, фигура, модель или паттерн под названием пин-бар чаще всего считается у нас в трейдинге фигурой продолжения тренда. А это означает, что его использовать ты можешь только в направлении основного интереса рыночных игроков. Представим себе такую ситуацию. У нас есть некий доминирующий бычий тренд. Мы видим, что минимумы постепенно повышаются, что является основным признаком, ну таким классическим того, что мы имеем с вами повышательное направление. Как грамотные ребята мы, естественно, с вами будем использовать уровни и, соответственно, именно в этих точках на касании, то есть на возврате. Вот здесь мы видим свои минимумы некие, да, все эти моменты, каждая коррекция от тренда это некий минимум. Вот нам необходимо дождаться этого минимума локального непосредственно на касании уровня. Разумеется, в каких-то вариантах вы можете работать на отскок, но в любом случае все это можно воспринять за тот же самый ретест. Чаще всего вход по тренду всегда осуществляется на ретесте. То есть, что у нас происходит? У нас происходит пробой уровня, то есть цена закрепляется выше него. И в дальнейшем, в течение энного количества баров, соответственно, возвращается на касание к этому уровню. Чаще всего это является важнейшим признаком того, что сделка здесь состоится по одной простой причине, что этот уровень защищается. То есть, смотрите, мы должны быть уверены в том, что действительно этот уровень пробивает какие-то крупные объемы. Если уровень построен грамотно, соответственно, на нем были объемы покупателя-продавца. Ну, в нашей ситуации, естественно, продавца, потому что этот уровень был сопротивлением бычьему движению. Таким образом, если мы реально действительно имеем уровень и его действительно пробивают, пытаются поглотить более высокие, мощные, крупные объемы, то противоборствующая сила в формате медведя, разумеется, здесь имела эти объемы. И именно на этих продажах, на вот этих отложенных заявках, которые имеются по уровню, цену должно притянуть. Уже в момент притяжения цены, то есть на моменте касания, мы здесь с вами как раз-таки ищем паттерны и любые другие варианты, которые будут нам, грубо говоря, подтверждать то, что здесь производится защита. Если есть паттерн, соответственно, есть какая-то импульсная сила, которая не дает цене уйти обратно вниз. Разумеется, паттерн не панацея, но это единственное, что у нас есть в формате того, чтобы подтвердить защиту уровня. Именно в этих моментах нам и необходимо будет искать паттерн. Вообще любой паттерн, не только пин-бар, но чисто пин-бар такая классическая история в формате именно продолжения тренда. Поэтому аналогично уровень выше, та же самая история здесь также на пробое-ретесте, ищем пин-бар и входим в покупку. Теперь о том, как же выглядит эта фигура пин-бар и что она из себя представляет. Вообще трейдеры очень любят разные подходы, разные модификации, поэтому удивляйся, не удивляйся, но каждый трейдер пин-бар считает своей особенной фигурой. То есть у кого-то это модель из одной свечки, у кого-то это модель сразу из трех свечей. Если интересно, мое мнение, в формате автоматизации показало эффективность именно модели из трех свечей. Конкретно сейчас мы с вами видим, вот я как смог нарисовал, модель, соответственно, пин-бара, это пин-бар на продажу. Но в то же время вы можете посмотреть на свечной анализ и убедитесь в том, что это та же самая падающая звезда или перевернутый молот. А если у нас есть такой диссонанс, то в чем разница между price action и свечным анализом? Это паттерн, это паттерн на снижение, также паттерн в продолжении медвежьего тренда, но на мой взгляд это не пин-бар. И не знаю, кто когда-то успел, видимо, на сайте написать, ошибиться в именовании этой модели. И в итоге уже 10 лет я постоянно где-то от кого-то слышу, что это пин-бар. Нет, друзья мои, это не пин-бар. Пин-баром она станет только в той ситуации, когда перед ней мы увидим растущую бычью свечу, которая будет поглощать тело вот этой вот срединной свечи. А уже третья свечка непосредственно будет медвежьей, так сказать, в подтверждение того, что пин-бар здесь состоялся. Давайте вот так заштрихую, надеюсь, будет понятно, что это медвежья свечка. И, опять же, очень важно, чтобы своим размером она поглотила тело вот этой вот средней свечи. Что нам это по сути дает? Давайте интерпретируем это с точки зрения некой фундаменталки ценообразования. У нас идет рост, есть бычья свеча. Грубо говоря, потом вся следующая свечка, которая среди нас появляется, она упирается в некий уровень. Представим, что здесь реально сидят крупные сильные медведи, здесь есть объемы. И, соответственно, вот эту свечку, которая коснулась этого уровня, соответственно, закрывают ниже ее открытия. И, соответственно, мы имеем такую большую тень. Тень должна быть минимум в два раза больше, чем тело вот этой средней свечи. И, соответственно, последующая свечка, которая поглощает полностью своим размером тело, именно тело вот этой средней свечи, она закрывается ниже ее. То есть мы имеем результат. То есть вот это все было усилие, вот эти первые два бара, а третий бар это непосредственно результат. С помощью которого мы, соответственно, с вами рассматриваем понимание того, что этот уровень действительно защищается медведями. И мы имеем возможность, если у нас соблюден понимание того, что мы торгуем по тренду, что здесь действительно качественный уровень построен, то мы имеем полное право здесь открывать позицию. Думаю, все понятно, но нарисуют для вас дополнительный бычий вариант пинг-бара. Соответственно, здесь вот эта вот свечка медвежья, я ее заштриховал, да, и, соответственно, после нее также у нас появляется, грубо говоря, некий дожжи, его можно назвать. Это реально может быть дожжи, то есть здесь не обязательно должно быть какое-то тело, а это может быть, собственно, молот и так далее. Все это история не имеет для значения, просто средняя свечка должна иметь тень обратную движению в два раза больше, чем ее тело. Соответственно, она поглощается обеими свечами, которые до нее и которые после нее. И, соответственно, третья свечка у нас является бычей в формате подтверждения некого результата. Напомню, что она также должна своим размером полностью поглощать тело предыдущей свечи. То есть, грубо говоря, вот эти границы для нас самые важные, именно тело срединной свечи должно быть всегда находиться в границах предыдущей и последующей сигнальной свечки. Это у нас, естественно, сигнал на покупку при учете того, что тенденция, тренд у нас бычий и это действительно грамотно построенный уровень. Вы просто его там из балды где-то взяли, потому что увидели паттерн. Надеюсь, понятно. По сути, это все, что я хотел вам рассказать про модель PinBar. Не забывайте про ее грамотную интерпретацию. В методе автоматизации это одна из самых сильных моделей, которые мы использовали в своих роботах. Подписывайся на этот канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.